Привет, друзья! Меня зовут Елена, я живу в Болгарии, и вы попали на мой канал. Присоединяйтесь! Хочу сказать, что сегодня прекрасный солнечный день. Посмотрите, какая великолепная погода. И сегодня ровно два месяца, как мы с мужем поженились. А завтра день Святого Валентина. И я поздравляю вас всех с этим наступающим праздником. Для тех, кто новичок на моем канале, напомню, мой муж гражданин Германии. И в преддверии большого праздника влюбленных я решила рассказать вам о своем опыте на сайте знакомств с иностранцами. Если сейчас кто-то в этом процессе зависает на сайтах знакомств, вы можете сравнить свой опыт с моим. Мой опыт не является для кого-то инструкцией. И не вздыхайте. У вас все получится. Запомните. Умение ждать обязательно для тех, кто хочет добиться желанного. И спешить вам в этом вопросе совершенно не нужно. Ведь вы хотите найти своего единственного. Разговор наш будет длинным. И ролик я, скорее всего, разобью на две части. Так вот. Когда мои предыдущие отношения закончились, я решила, все, с меня хватит. Ну сколько можно? Пободу одна. У меня появилось очень много свободного времени. И я засела на ютубе. И насмотрелась блогеров, девчонок, которые вышли замуж за американцев. И я решила, хочу замуж за американца. Подошла к этому вопросу серьезно. Разместила самые лучшие фотографии свои. И подготовила анкету. Ну, чтобы текст был не такой, как у всех. Размещала свою анкету на всех сайтах, которые только мне попадались на пути в интернете. И мой первый вам совет. Подойдите к заполнению анкеты творчески. Не пишите шаблонно, как все. Придумайте какую-то изюминку. А также сходите к специалисту, я имею ввиду фотографу. И пусть он сделает ваши хорошие фотографии. Но так, чтобы они были реалистичны. Фотографии реалистичными должны быть. Еще и потому, что когда вы поедете на встречу, чтобы вас узнали. И чтобы мужчина не разочаровался. Не надо много фотошопа. Ну, так вот, разместилась я на сайтах. А там, мама моя дорогая, каких только красавцев нет. И один лучше другого. Но, учитывая мой прекрасный возраст, а на тот момент мне было 50 лет, меня письмами, конечно же, не завалили. Я подумала, что, возможно, мужчины и иностранцы очень скромны по натуре. И я решила читать внимательно их анкеты и подмигивать им. И скажу вам, этот метод подействовал. Меня заметили. Поэтому мой второй совет вам, девчонки. Не ждите, что вам напишут. Пишите сами. Ну, а песен мне было ровно столько, сколько я подмигивала и на сколько я могла ответить. Так как времени на это свободного нужно очень много. Все, что я вам сейчас рассказываю, это было действительно так. Но я забыла вам упомянуть о том, что я совершенно не владею английским языком. В школе я учила немецкий язык, который так и не выучила. И сколько я не пыталась учить английский язык, ну, не заходит он мне. Ну, не способная я к языку. Вот что тут поделать. Так что мой следующий совет вам будет. Начинайте учить язык сразу, как только вы зарегистрировались на сайтах. Не ждите, получится, нет. Не думайте, что он будет, может быть, из какой-то другой страны. Очень много мужчин говорят именно на английском языке. Если бы я владела английским языком, я гораздо бы быстрее вышла замуж. И, конечно же, за того мужчину мечты американца. Ну, я девушка настырная, решила, а, будь что будет, выучу язык потом. В своей анкете я указала, что английским языком не владею и вообще никаким, только русским. Следующее, что я сделала, я подготовила несколько писем, которые отправляла в зависимости от длительности нашей переписки. Не пишите каждому кандидату отдельное письмо. У вас элементарно не будет на это времени. Ваши письма должны быть легкими, не надо писать о своих проблемах. Расскажите о своем хобби, оно, конечно же, безусловно, у вас есть. О своих увлечениях, о том, как вы успешны. Это очень интересует мужчин иностранцев. И не нужно ничего придумывать и врать. Найдите позитив в своей жизни. Вот и пишите об этом. Пишите о своей работе, какие у вас замечательные коллеги. Пишите о том, что у вас, возможно, есть собака или элементарно аквариум с рыбками. Пишите обо всем об этом в самом начале. Ну и, конечно, чем-то заинтересуйте мужчину. Ну, а сейчас мы прервемся. Продолжение следует. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до встречи. Пока-пока!